Привет, друзья! Сегодня в обзоре на канале будет бокс-мод от компании ДОВПА, называется он ТОПСАЙД, это сквонг на один аккумулятор с интересной верхней заправкой, с конструктивом, очень качественно он выполнен, но подробнее мы обязательно все это посмотрим на столе и поговорим в профите, а вы не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы. Поехали на стол! Коробка у нас прямоугольная с изображением самого бокс-мода, указано, что цвет черный, если у вас будет какой-либо другой мод, как я понимаю, будет, соответственно, другой рисунок. Сзади у нас есть базовые технические характеристики, возможность проверки на оригинальность, сайт производителя, указано, что это ТОПСАЙД и, в принципе, все. Так, ну что у нас тут еще есть? Мы все это дело открываем, здесь внутри нас ждет такая вот красивая штуковина. Коробочка пластиковая, мы ее вскрываем, и здесь мы можем увидеть бумажек много разных, гарантийная карта, кто-то постоянно пишет. Есть в комплекте у нас USB кабель, в данном случае он синенький, может быть не синенький, может быть другого цвета. Ключик, запасные винтики покажу зачем, ну и сам бокс-мод. Сразу придем к цветам, то есть он может быть в шести вариантах цветов, может быть черным, в красном, в фиолетовом, в голубом, в темно-сером и стальном, ну алюминиевом, будем говорить так. Переходим к техническим характеристикам. Высота бокс-мода у нас 92 мм, длина бокс-мода у нас 54 мм и ширина бокс-мода у нас 27 мм. Ну, как видите, он так волнисто сделан. Почему он высокий такой? Потому что здесь используются аккумуляторы 21700, которые имеют высоту 70 мм, то есть либо 7 см, будем говорить так. Соответственно, необходимо спрятать куда-то коннекторы и так далее, и тут же самую резьбу. Поэтому, собственно, в размер, в высоту он будет однозначно немаленьким. Максимальная мощность у нас 90 Вт, начинает работать от 5 Вт. Рабочий диапазон сопротивления начинается от 0,08 до 3,5 Ом, но это все такое, 0,08, я не рекомендую использовать на батарейниках, потому что будете быстро сажать батарейку, и все это дело будет уходить в перегрев. Так, ну давайте перейдем к этому всему устройству, да, то есть к склон, к бутылке и так далее. Как это все работает? Ну, как видите, у нас вот снизу это все дело открывается. Все очень качественно сделано, не просто качественно, а очень качественно. Я могу сказать, что это один из лучших модов на рынке на данный момент. Сам корпус, видно, выполнен либо в алюминии, либо в цинковом сплаве. Я думаю, что это, в принципе, особой разницы не играет. Все это дело отлично покрашено. Кнопочки просто замечательные. Дисплей в тему. Здесь у нас вот есть отверстие для вывода газов. Есть вот место для USB-зарядки. Даже специальный пропил, если у вас какой-то широкий коннектор, ну, для USB-кабеля, чтобы это все дело вам не мешало. Ну, и как это все работает, да? Ну, сверху, как видите, у нас есть такой вот коннектор. Тоже все очень качественно. Плюс есть еще проставочка дельвиновая, как я понимаю, чтобы у вас коннектор не перегревал корпус. Ну, пускай будет так. Все это дело откручивается сверху, и, собственно, заправлять вы можете напрямую сверху. Вот у нас есть таких два винтика, которых в комплекте, да? Которые вы можете потерять, и чтобы у вас не возникло такой проблемы. Для того, чтобы разобрать саму конструкцию кассеты, вы можете, вам необходимо вот эти два винтика разобрать. Ну, раскрутить, и чтобы, в случае чего, если вы потеряли, то у вас есть запасные вместе с ключиком. Сама кассета очень качественная, бутылка просто офигенная, и тут просто не к чему придраться. Как я понимаю, это выполнено в нержавейке, ну, как по идее должно быть. Так выглянет это все внутри. Так, это все у нас контактная группа. Ну, все, все просто замечательно. Я так понимаю, что какие-то магниты есть, наверное, да? Ну, их тяжело определить, но я думаю, что наверняка это магниты. Так, в принципе, все. Давайте ставить батарейки и посмотрим на меню. Включение и выключение у нас происходит стандартным пятикратным нажатием. На дисплее мы можем увидеть вариватт, мы можем увидеть аккумулятор, мощность, сколько ампер будет подаваться на испаритель. Как видите, у нас дисплей со временем, там, через секунд 20 умирает. Ну, в смысле, обтухнет. Вольт, сколько будет подаваться на испарительную камеру. И сопротивление. Что у нас есть по функциям? У нас есть функция блокировки кнопок нижних, чтобы вы не могли ничего тут регулировать. И, в принципе, режим байпас. Больше в данном моде ничего нет. Довпо не балуют людей всякой ерундой, поэтому, в принципе, оставляют всегда самое нужное. Так как у нас такое короткое, так сказать, поистывание по дисплею, по меню и по функционалу, я решил разобрать все это дело и показать, как выглядит весь механизм подачи. Ну, не все это дело, а достать бутылку и показать, как все это выглядит. Так, сначала мы должны раскрутить вверх. Это я показывал вначале. Ну, давайте еще раз повторим. Мы раскручиваем вверх, снимаем колбу, ой, ну, точнее, крышку, которую мы заправляем, через которую мы потом будем заправлять. Так, что у нас есть? Есть два винтика, есть буква Т, есть еще отверстие. Если видите, то в данном случае у нас есть такой носик. Этот носик заходит в это отверстие и, собственно, забирает, забирает жидкость. И мы берем ключик 6-гран и откручиваем все это дело на винтики. Ну, для чего это делается? Для того, чтобы вы могли помыть бутылку, в случае, если у вас там, уже, не знаю, завелись какие-то злые бактерии, где-нибудь у вас мод лежал, он у вас там не первый, мы не знаем. Для того, чтобы можно было помыть и дезинфицировать. Достаем. Бабах! Вот такая у нас труба, мензурочка. Здесь мы видим такую вот конструкцию. Ну, как видите, все сделано очень на высоком уровне, очень качественно. Все детали просто замечательно сделаны. И мод стоит недешево. Но вот благодаря этим мелочам, которые... Они считают, что просто надо делать хорошо один раз. Вот. А плохо и так получается. Но, опять-таки, об этом профите. Давайте все это дело соберем обратно. Так. На что необходимо обратить внимание при сборке? Первое, что у вас вот два есть паза таких, да, и они должны встать напротив элементов, которые вы закручиваете. Все это дело. Дальше, что мы можем еще сказать. Лучше, конечно, на самом деле делать немножко не так. Сначала встать в металлическую часть, а потом уже вставлять в силикон. Буква Т у нас должна быть на фронтальной части. Ну, и обратно мы ставим винтик. Я собрал-то, не собрал. Ну, короче, смысл в чем? Что это отверстие должно быть на противоположной стороне. Я плугодул, и, как видите, носик у нас не с той стороны. Не обратил я на это внимание. А теперь уже точно в профит. Топ-сайтик. Поговорим по дизайну. Да, безусловно, он там немаленький формат такой. Хороший, хороший. Берешь в руки, маешь вещь. Это топ. Это, ну, не знаю, вот как по мне, ДОВП пошел правильным путем. То есть, на данный момент такая ситуация на рынке, что все пытаются как-то удешевить. Ну, я не понимаю, зачем это необходимо. Я считаю, что уйти в правильное качество, в хорошее качество, это более выгодно в длинной перспективе, чем пытаться сделать как можно дешевле материалы, там, все это забить покраской. Ну, скажем так. И здесь все сделано на очень высоком уровне. Начиная от коннектора, который у вас даже имеет дельвиновую проставку между коннектором и корпусом. Корпус выполнен из алюминия. Все отлично шлифовано, все отлично сделано. Поэтому данный девайс стоит денег. Вы должны понимать, что за качество необходимо платить. Если вы хотите что-то пытаться купить за бесплатно, и чтобы это было, ну, на уровне, а потом написать, что это говно где-нибудь в интернете, ну, ребята, ну, серьезно, такого в жизни не бывает. В девайсах тоже. Китайцы для вас делают обязательно что-то дешевле. Но вы должны понимать, что это дешевле, вам будет так же дешевле работать. Да, оно может работать как новое, да, вот как многое китайское новое, да. Вы покупаете все, берете в руки, там, парите, там, месяц, три, два, четыре, бац, у вас что-то ломается. Потому что оно так сделано, оно настолько рассчитано. То есть, когда вы берете дно, вы майорите год, полтора, два, и оно не ломается. Ну, почему? Потому что оно стоит денег. Поэтому вы определяете для себя диапазон, в котором вы хотите купить девайс, и, собственно, дальше уже определяете для себя ожидание от этого девайса. Поэтому, если вы покупаете дешево, я пытаюсь вам объяснить, что ожидание долга, ну, маловероятно. Ну, если вам не очень, ну, скажем так, капец как повезло, ну, вот, вот бывают, ну, там, такие случаи, что, вот, повезло, да, там, работает 10 лет, все, и все замечательно. Поговорим по поводу довпу, я немножко ушел в сторону, но теперь поговорим по... Я думаю, что по качеству данного девайса все понятно, и у вас вопросов нет. Это топ. Это очень высокий уровень по изготовлению. Поговорим по функционалам уплаты. Что мне понравилось еще с боксмода Basium? То, что, в принципе, снесли нахер все. TCI, термоконтроли, блин. Ну, все, чем большинство людей не пользуется. Потому что, реально, ну, 416 или 416 L нержавейка, ну, где вы ее возьмете? Ну, что, купите бобину, будете мотать? Ну, сколько таких людей? Ну, 3% на... Не знаю, там, процент на 100, блин. Ну, и то, может быть, даже меньше. То есть, люди покупают койлы, там, они не хромовые, там, не хром с канталом, кантал, блин, с нержавейкой. Ну, короче, это все комбинации какие-то. Ну, микрокойлы мало кто использует на современных устройствах, тем более, на которых, там, по 100-200 Вт мощность. А только одну нержу тоже нет, как кто использует термоконтроли. Ну, ладно, это тоже мы ушли в сторону. И в данном случае тоже все снесли нахер. То есть, оставили у вас байпас и оставили у вас вариват. Дисплей хороший, информативный, все понятно, никаких вопросов нет. Плата работает шикарно, наживотклик прекрасный, тоже никаких вопросов нет. Но, вот у меня был вопрос по байпасу. Для чего, собственно, здесь замутили байпас? Для того, что в однобатарейных модах вам, в принципе, тяжко гонять двухспиральные баки. Ну, по той причине, что у вас просто батареи от одной, одной батареи не хватает, которой, мощности, для того, чтобы разогнать какие-нибудь койлы, там, 0.1, 0.12, 0.15 Ом. И, собственно, для этого существует здесь байпас, режим мехмода. Но, обычно, в платах на дну батареи, это такая мулька, типа, вы включили все это дело, начали парить, у вас там 5, там, ну, не знаю, 10 тях, это все нахер уходит в ту ход. То есть, у вас плата перегревается, это абсолютно естественно. То есть, у вас ампер много, проходит через плату, нагревается эту элементную базу, нахер, и все уходит в ту ход. Вот. Я специально поставил сюда 0.09 Ома, ну, он что-то раз показывает 0.09, ну, это, в принципе, и ДНА также показывает, раз 0.09, раз 0.1, 0.1 Ома, и переключился это в байпас режим, и решил погонять его там, не знаю, вот так вот подряд. Это, конечно, дрипка без склонка, ну, смысл тот же самый, абсолютно. И вот, что у меня получилось. Ну, в принципе, что получилось, да, у меня 0.1 Ома, 30 Ампер отдачи, 3.290 Вольт подается на койлы. Здесь койлы там не особо жирные, тут не хромовые стоят, но понять можно. Что она дает по Ваттам? 88-90 Ватт. Ну, раз на раз не приходится, но 88-90 Ватт. Я вам скажу так. Этот девайс можно гонять на одном аккуме, на низкоомных спиралях, и будет замечательно. Безусловно, здесь будет расход аккумулятора выше, чем с одной спиралью, там, и на 0.2, на 0.3 Ома, но, в принципе, это можно делать. А если это можно делать, то почему бы это не делать? Работает очень быстро, очень шустро, очень хорошо. На любом формате. В байпасе, в аривате, ну, при заряженном аккумуляторе, безусловно, если он у вас будет разряжен, то тут вам уже, в принципе, ничего не поможет, вам необходимо будет его менять. Ну, вот такое, в принципе, резюме о данном девайсе. Зачет. Премиум. Крутой девайс. А я прошу вас подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, ну, и смотрите мои следующие видео. До новых встреч. Пока. Пока.